Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа «События недели». В Великом Новгороде глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в расширенном заседании Президиума Государственного Совета, которое провел президент России Владимир Путин. В заседании, на котором присутствовали члены правительства страны, главы субъектов и представители делового сообщества, было посвящено развитию рынка труда в Российской Федерации. Ключевой задачей формирования современного рынка труда Владимир Путин назвал создание возможностей для молодежи получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, а бизнес, в свою очередь, мог бы привлекать квалифицированные кадры, решая задачи компаний, экономик регионов и страны в целом. На трудоустройстве молодежи глава государства поручил сконцентрировать дополнительные усилия. ...проительство реализует специальную программу, результатом которой уже стало постепенное, но последовательное снижение молодежной безработицы. Она, как известно, повыше, чем в целом по стране. На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что по всем прогнозам, они позитивные. Ежегодно и на протяжении более чем 10-ти лет число молодых людей у нас будет расти. В 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчётам, конечно, по предварителям данного анализа, в стране к 2030 году будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20-24 лет. А в 1935 году уже 9,7 миллиона. Это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. Да, те, Талли? Всё правильно. Но это, в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии за прошлые годы, конечно. Да и сейчас мы стараемся сделать здесь всё по максимуму. В Карачаево-Черкесии состоялось торжественное закрытие Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Напомним, на протяжении всей недели учителя из 73 регионов России участвовали в различных творческих и образовательных испытаниях. И каждый показал свой профессионализм, креативный подход к изучению предмета. В число 15 лучших учителей-финалистов вошла и педагог абазинского языка Ида Дахчукова. На торжественном награждении в амфитеатре «Черкеска» объявили победителей. Побеждаем высших, Аркадем Владимирович! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я думаю, что показатели у нас сегодня достаточно неплохие, а есть которые очень даже неплохие. И люди, которые сегодня в здравоохранении работают, они чувствуют поддержку органов власти, поддержку Министерства здравоохранения. Ну а ваш приезд тоже, соответственно, добавляет людям оптимизма. Наш профсоюз, он, в общем, один из старейших, как и был, так и остается. Ну, там новая история, новейшая история, это все понятно, мы можем это отпустить, но все равно, несмотря на все перипетии, несмотря на определенное охлаждение, так сказать, к профсоюзному движению, Но, тем не менее, мы остаемся очень крупным профсоюзом, наверное, вторым-третьим в стране по численности, и нас более двух миллионов. Это само о себе говорит. Пандемия, она показала действенность медицинских работников. То есть, вот что мы были, есть и остаемся таким деятельным звеном общества, абсолютно точно. С начала сентября в Карачаево-Черкесии идет вакцинация. По информации Роспотребнадзора, в республике отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для предупреждения и профилактики этих заболеваний медики рекомендуют привиться, как это сделали сотрудники Роспотребнадзора. Подробности у Али Баташева. Главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов каждый год делает прививку от гриппа на работе. На сегодня это самый эффективный способ профилактики от тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа, считает глава ведомства. Я бы хотел сказать, что я не по роду своей деятельности делаю вакцинацию. Я просто думаю о здоровье, о своем первую очередь, и о здоровье своих близких. Потому что грипп это такая инфекция, которая широкое распространение имеет как в мире, так и у нас в Российской Федерации, так и в Карачаево-Черкесии. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких, нужно ежегодно прививаться. Как вы переносите? Так как обычный, я не знаю, никакого в принципе. Может быть вечером небольшое такое состояние, некомфортно, я бы сказал. Температура практически не поднимается никогда. В настоящее время в республике зарегистрировано 584 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил порядка 12%. Иммунитет должен быть подготовлен к встрече с возбудителями гриппа, от которых ежегодно гибнут люди, говорят в Роспотребнадзоре. Вакцинация от гриппа в республике началась в сентябре. В нашей республике получены первые транши вакцин против гриппа. Получено где-то около более 70 тысяч доз взрослых вакцин, сови грипп и ультрикс квадри. И почти 27 тысяч детских вакцин ультрикс квадри. Вакцины, нужно отметить, что вакцины этого года, как всегда, модернизированные. Они актуализированы под циркулирующие ныне вирусы гриппа. Укол вакцины делается бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день 34 326 жителей республики прошли вакцинацию. Для создания иммунной прослойки требуется привить 252 800 человек, что составляет 61% населения Крачаева-Черкесии. Иммунная прослойка позволяет, даже не дает возбудителям заболевания распространяться среди населения. И это дает, во-первых, стопроцентную защиту вакцины не дают, но они снижают интенсивность заболевания. Люди болеют в меньшей степени. И кроме того, они не дают вирусу распространяться, прививки. Не дают возможность передаваться от человека к человеку. То есть замедляют этот процесс, и в результате люди болеют меньше, люди болеют более в легкой форме. И кроме того, мы не перегружаем во время пика эпидсезона, мы не перегружаем нашу лечебную сеть большим количеством тяжелых случаев заболевания. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года. Иммунитет вырабатывается от 10 дней до месяца, говорят врачи. При обращении в поликлинику гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность, и полис медицинского страхования. Али Баташев, Мураджан Кезов, Вести Карачаева, Черкесия. Элитное подразделение СОБР «Клинок» Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. Офицерский отряд создали в лихие 90-е для борьбы с террористами и экстремистами. Как и тогда, бесстрашные бойцы сейчас участвуют в оперативных действиях, освобождают заложников и стоят на страже безопасности как в родной республике, так и в зоне проведения СВО. Об отточенном клинке спецотряда в нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии расскажет Александра Коваленко. Рассвет подразделения СОБР пришелся на 90-е годы, когда в стране возникла необходимость в противодействии организованной преступности. 1 апреля 1993 года был создан 5-й отдел – специальный отдел быстрого реагирования, штатная численность которого составляла 50 человек. С момента образования отряда бойцы стояли на страже законности и правопорядка во всех республиках Северного Кавказа. Принимали самое активное участие в борьбе с организованной и вооруженной преступностью. На счету СОБРовцев большое количество спецопераций в горячих точках, которых в те годы было немало, на деле доказав, на что они способны. Одним из первых сотрудников специального подразделения быстрого реагирования был подполковник полиции Сергей Кузнецов, который возглавил спецотряд в 1996 году. Страна была в разрухе. Не работали многие институты управления. Система не действовала. И это привело к тому, что начинает сплачиваться организованная преступность. Впервые президент Ельцин признает, что да, в России есть воровские авторитеты, воры в законе, то есть есть организованная преступность, то есть есть и иерархия воровская. В связи с этим, что в эту иерархию стали вытеснять, тогда была такая формулировка, братки. Братки – это спортсмены, боксеры, борцы, которые тренировались в подвалах. Их стали умные люди, видя перспективу в этих ребятах, сплачивать в коллективы. И направляли их в основном на преступную деятельность. Это вымогательства квалифицированные, шантаж, похищение людей, выкуп. Вот это начало вспышки организованной преступности. И тогда было принято решение создать управление, которое боролись бы именно с организованной преступностью. Тогда не было такого модного слова антитеррор, терроризм, были бандиты. Вот при управлении по борьбе с оргпреступностью нужны были люди, которые бы физически воздействовали на вооруженного преступника. Потому что эти группировки, организованные преступные группировки, они владели оружием. У них была экономическая база, у них была выстроена иерархия, строгое подчинение и так далее. Это был очень серьезный и мощный удар и по экономике страны, и по социальной сфере. Люди боялись. Поэтому было принято решение. Волка может победить только волкодав. Значит, нужно создать такие подразделения, специальные отделы быстрого реагирования. Что же ставилось в задачу и какая основная цель? Борьба с организованной преступностью. Физическое противодействие вооруженным преступникам. Вот за три года, в 96-м году, мы разобщили и уничтожили 32 бандитские группировки. Мы работали круглосуточно. Похищение людей. Занимались и розыском, и внедрением в банды. Наши сотрудники внедрялись. Но, слава богу, мы не потеряли ни одного офицера. Сегодня в задачи СОБР входит участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Непосредственное участие в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений. Освобождение заложников. Обеспечение силовой поддержки при осуществлении соответствующими государственными органами следственных действий. Оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с выполнением задач, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации. Все без исключения бойцы СОБР являются офицерами Росгвардии, прошедшими самую жесткую подготовку и психологическое тестирование. Меткая стрельба, мастерский рукопашный бой – это далеко не все навыки, которыми обладают силовики. Подготовка каждого бойца – это серьезная индивидуальная работа, итогом которой становится сплоченная группа, выступающая как единый механизм. Бойцы постоянно работают под огнем. Ошибка – это в лучшем случае ранение, в худшем – смерть. Поэтому особый почерк особой службы отрабатывается до филигранности. Сотрудники СОБРа, как правило, ставят точку в решении любой проблемы. Это вот хирургический нож, которым можно делать любую операцию. И то, что СОБР перешел в Росгвардию, ну это логично. Логично. Хотя во внутренних войсках, в Росгвардии, в войсках есть свои спецподразделения. Но они подразумевают младший иначе состав. То есть сержанты, прапорщики. СОБР – чисто офицерский корпус. Эта планка гораздо выше. И подготовка сильнее, мощнее, знание, опыт – все это наращивается. Чтобы подготовить к бою офицера СОБРа, нужно три года непрерывных тренировок. И тогда он победит в любой схватке. Почему мы считаемся элитой? Во-первых, подбор кандидатов. Ну, к нам с улицы, либо с полиции попасть, ну, невозможно. Для этого надо какую-то подготовку, какие-то годы отдать в ОМОНе, либо в каких-то службах. И после этого мы кандидатов просматриваем к себе в отряд. Они проходят измирительные спортивные испытания. Но приоритетно у них еще должно быть высшее юридическое образование. После прохода всех испытаний мы его рассматриваем уже как бы кандидатом к себе. Несмотря на то, что у нас коллективные групповые работы, но боец СОБРа может индивидуально выполнять какие-то поставленные задачи. Я думаю, такого нет ни в одном подразделении. Я думаю, поэтому мы считаемся специальным отрядом. На данный момент обладателями высшей формы отличия военнослужащих подразделений специального назначения войск Национальной гвардии России Крапова-Берета являются четыре сотрудника спецназа СОБР Клинок Карачаева-Черкесии. Форменный головной убор присваивается в порядке прохождения жестких квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости спецназовца. После прохождения обучения мы сдавали квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен включал в себя все элементы сдачи на Краповый берет. Поэтому, когда спрашивают у СОБРовцев, почему, во внутренних войсках такой вопрос не задают, они прекрасно знают, что СОБРовцы – это Краповые береты. Но мы немного эту схему изменили и берет вручали только после двух боевых или специальных операций офицеру, если он проявил себя достойно и подтвердил свою квалификацию. Берет – это квалификационный знак. Как вот, знаете, на груди знак квалификации, а у нас на голове. Краповый берет для спецназовца – это, вы знаете, словами не передать, это высшее, что можно достичь в спецназе. Сотрудник СОБРа должен быть предан своему отряду. А мужество, выносливость, сила, умение – это все должно быть у него до этого и так. Самое главное – он должен быть предан своему отряду, своим товарищам. Когда был молодой, привлекало то, что мы были всегда на острие атаки. Время было в моей молодости неспокойное. Это чувство, что ты находишься на наконечнике копья огромной разрушительной карающей силы, вдохновляло. В настоящее время сотрудники спецназа «Клинок» управления Росгвардии по Карачаевой Черкесии выполняют задачи вне пунктов постоянной дислокации. Многие бойцы элитного подразделения отмечены и удостоены высоких государственных и ведомственных наград за свой профессионализм и достойную службу. Конечно, я о доме думаешь и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах, надо начинать думать, насколько это было серьезно, был сделан выбор в то время, в далекое время. Не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чем. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время. Мы это делаем правильно. И на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами. Боевой опыт и индивидуальное мастерство стали визитной карточкой в сотрудников СОБР, уверенно закрепив за ними лидирующие позиции. Офицеры ежедневно сталкиваются с вооруженными преступниками и рискуют своей жизнью. Однако все бойцы спецназа считают своим долгом продолжать свою настоящую мужскую работу, профессионально выполняя задачи по обеспечению безопасности граждан, которые ставит перед ними руководство страны. Личный состав СОБР «Клинок» неизменно доказывает верность отчизне и присяге, всегда находясь на острие борьбы с теми, кто посягает на российскую государственность и безопасность граждан. Александр Коваленко, Фатима Даурова, Мухаммед Ошибоков, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Кисловодский государственный цирк ждет всех на своей яркой премьере осени шоу-спектакле «Загадка старой игрушки». О чудесной цирковой программе расскажет Светлана Шаганова. Удивительное приключение начинается здесь, на манеже Кисловодского цирка. Как разгадать загадку старой игрушки? Очень просто. Нужно всем погрузиться в удивительный мир циркового искусства и познать тайны разных планет. Это не просто цирк. Это невероятно интересный спектакль для детей и взрослых, который учит добру, рассказывает о том, что нужно отложить в сторону все гаджеты и больше читать, познавать интересный и уникальный мир. Главная героиня получает в подарок от бабушки старую игрушку – калейдоскоп. В нем девочка видит много интересного, ярких героев, которые вовлекают ее в удивительное путешествие в мир сказок. Эмоций, конечно, тут множество. И радость, и удивление, и страх. Но самая, наверное, такая цель – это познать слова бабушки, которая говорит в начале спектакля, которая хочет донести до девочки, как и для современных сейчас людей, что телефон – это не самое главное, что нужно читать, что нужно развиваться. А развиваться нужно благодаря книгам. Все мы с детства любим сказки, и цирковая программа – яркий тому пример. Героиня со своими друзьями, веселыми и виртуозными клоунами, путешествуют из одной сказки в другую и даже попадают в карточную страну, где правят короли и королевы. Зал завораживает иллюзия. Здесь невероятные трюки, фокусы, появление, исчезновение, превращение. Искусство иллюзии от обладателей высших международных наград. Ну и как же без русских народных сказок, где добро побеждает зло? Здесь Баба Яга – бесстрашная и виртуозная акробатка в компании богатырей, выполняющих сложные трюки. Удивляют и вдохновляют гимнасты на полотнах. Все без страховки. А хрупкая артистка, сияющая золотом, грациозно выполняет номер с обручами. Восток – дело тонкое. И вот мы в Индии. На манеже – своенравные кошки, которые удивили кисловодскую публику своими тонкими манерами. Они справились со своей задачей. В плане того, что они никого не стали ни на кого охотиться, они просто разглядывали, интересовались, где кто, кто, что, кто кричит и вообще почему. Наш номер идеально отработал. И животные, и у нас все хорошо сложилось. Заряжает невероятным позитивом и красотой сафари-шоу. Пони, ламы, крокодилы, змеи и гордые верблюды. А в роли доездников – обаятельные собачки. Яркие костюмы, захватывающие номера и экзотические животные. Шоу «Загадка старой игрушки» надолго останется в сердце каждого зрителя. Дорогие друзья, давайте все вместе еще раз поблагодарим артистов за высокое мастерство и за эту радость, которую они дарят вам, зрителям. И пожелаем им здоровья, творческого долголетия, полных залов и горячих аплодисментов! Молодцы! 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 Особенно запомнились акробаты. Все очень интересно, всем желаю посмотреть этот цирк. Мне понравились воздушные гимнастки, они очень впечатлили меня. Вообще очень понравилось все, мне понравилось. А тебе? Воздушные гимнасты, акробаты, животные, верблюды. Все понравилось. Понравилось все. Потрясающее выступление. Сценаристу вообще просто браво. Так поставить сценарий, постановка, ну все. От костюмов до движений их, до всего. Потрясающе. Всем рекомендую. Бесподобно, нам все понравилось. Очень все ярко, красиво, необычно. А мне понравилось актерское мастерство, то, как они играли. Вообще все было реалистично и вообще класс. Приходите всем в цирк! Спектакль возвращает нас в детство. А что может быть прекраснее? Это самое лучшее время нашей жизни. На представлении в Кисловодском цирке вы получите массу положительных эмоций. Также у всех зрителей есть шанс выиграть сертификат на новогоднее шоу-представление. А если у вас день рождения, то цирк приготовил сюрпризы. Разгадайте загадку старой игрушки до 15 октября. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok